Здравствуйте! В эфире КРТВ Новости, в студии Анастасия Евставьева. Заявить о своих проблемах и утолить информационный голод смогли предприниматели Красногорска в рамках круглого стола. Свои вопросы и пожелания они адресовали главе муниципалитета Михаилу Сапунову. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса из районной казны направлено более 6 миллионов рублей. Но помогать будут только тем, кто действительно принесет пользу населению. Это Сапунов дал понять четко. Подробности встречи в нашем сюжете. Массовый снос палаток в Москве не на шутку встревожил предпринимателей Красногорска. Это стало понятно с первых минут круглого стола, посвященного вопросам поддержки бизнеса средней руки. На мой взгляд, было принято достаточно жесткое решение в это непростое время. И, наверное, в первую очередь помощь, которую хочет видеть малый бизнес в районе и в Красногорска в том числе, это, ну, в первую очередь, не делать, на мой взгляд, достаточно кардинальных изменений. Однако изменения все же нужны. Шаговая доступность магазинов – дело хорошее. Но малая торговля должна отвечать новым требованиям, которые уже действуют в регионе. Правда, это не так просто, говорят предприниматели. Что не вопрос в главе, так о будущем торговле, которая, по мнению представителей рынка, сейчас туманна. Многие магазины типа киоск, их больше ста, в районе имеют временное разрешение. У нас в Красногорском районе достаточно много временных таких объектов. То есть магазины шаговой доступности, которые предприниматели, которые работают, свыше 15 лет имеют аренду земли. И поэтому мы вот… Обед, да, ну, как бы он как временный идет, как временный объект, значит. Вот. И я провела статистику, значит, посмотрела, что у нас уже 14 малых предприятий проиграла арбитражные суды за счет того, что у нас, у многих из них не были достаточно правильно оформлены документы. Как правильно оформить документы, спросили на встрече и бизнес-леди, которые занимаются воспитанием детей. Частные клубы с воодушевлением приняли идею о том, чтобы взять на себя часть муниципальной очереди дошкольников. Пока не узнали, что такое получить лицензию, чтобы называться не клубом, а детским садом, хоть и коммерческим. Пыталась действительно по-честному, значит, своими силами эту лицензию, ну, собрать документы для того, чтобы получить лицензию. Здесь есть два момента. Момент первый – это не очень понятна вся цепочка того, к кому нужно обращаться, да, вот этот момент. Потому что я действительно ходила там по многим инстанциям, и фактически мы уже дошли до Господженадзора, до Рэмпель, да, чтобы вот последний документ, но есть разные, как бы, сложности были. И второй момент – это те суммы, ну, те затраты, да, которые нужно произвести. Запал пропал, и когда была названа величина компенсации за предоставление мест для муниципальной очереди. Себестоимость содержания ребенка в частном садике – 28 тысяч рублей. Казна района может возместить лишь половину. Для тех, чьи подопечные исчисляются в несколько десятков, это нерентабельно, говорят бизнесмены. К тому же, выдается лицензия на помещение. В случае переезда придется получать ее заново. О том, насколько строгие и справедливые правила СНИПов и ГОСТов, в администрации знают и сами. Второй год из-за несоответствия нормам не сдается построенный садик в Чернево-2. Обращаемся к пожарным, и на пожарный говорит, у вас пожарный проезд не соответствует. Бизнесмены просили новых площадей под льготную арендную ставку, внесение инициатив по изменению законов и требований, защиты прав и многого другого. И, конечно, финансовые поддержки. Глава района подчеркнул, что помогать будут, но только тем проектам, которые действенны. Чтобы на месте любимой горожанами бани, к примеру, не зияла дыра котлована, который вырыли, под сауну и сомнительные апартаменты, заключил Сапунов. Нет, я не против бизнеса. Я за население. То есть я представляю интересы населения. Да? Вот я представляю интересы населения. То есть я буду поступать так, чтобы было интересно жителям города. Вот это самое главное. Моя цель, чтобы большое количество людей, жителей максимально получали комфортные услуги. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марья Анна Быструва, КРТВ. Арендаторы должны в бюджет района более 500 миллионов рублей. Перечень неплательщиков опубликовали на сайте администрации. И судя по тому, что заглавлен он как ежемесячный отчет, подобные черные списки будут появляться и впредь. Судя по размещенным таблицам в числе арендаторов-должников, те, кто пользуются не только нежилыми помещениями, но и земельными участками. В перечне 60 организаций. Наибольший долг числится за среднерусской строительной компанией. Она должна в казну района почти 67 миллионов рублей. Я опубликовал, хотя мне все говорят, даже прокуратура говорит, вы не имели это право сделать, опубликовал должников. Да, 100%. Все поддерживают. Слушайте, полтора, полмиллиарда рублей, понимаете, это же расходная часть бюджета, это же заплата и все прочее. И они не платят. И мне говорят, ты не имеешь права, да лично данные. Я говорю, я первый раз опубликовал просто фамилии и названия. И названия там предприятия с пенемией. В следующий раз опубликую ИННы по полной программе. И пусть все эти предприниматели несут репутационные издержки. А теперь новости для тех, кто за рулем. Вскоре в России записи видеорегистраторов могут стать полноценным доказательством в суде. Госдума в первом чтении приняла проект соответствующих поправок. Если они вступят в силу, то каждый судья будет обязан просмотреть видео с места аварии. В нынешней редакции Коап формулировки являются слишком мягкими. Там сказано, что доказательствами могут быть материалы фото и киносъемки. Но такая формулировка позволяет судям иногда не рассматривать их в качестве доказательства. Новая редакция призвана внести ясность. Видеорегистратор действительно беспристрастный свидетель аварии. И его данные нужно учитывать. Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать езду без включенных фар. Об этом сообщил замруководителя ГИБДД России Владимир Кузин. Нарушения будут регистрировать, как и превышение разрешенной скорости. Планируется, что штраф составит 500 рублей. И придет он, как письмо счастья, в котором будет фотография поездки без включенных фар. В Московской области могут запретить водителям пить безалкогольные энергетики. Этот вопрос обсудили на круглом столе в Мособлдуме. Кровью тому предлагается повысить возрастной ценз для реализации тонизирующих напитков. Если инициативу поддержат, то энергетики запретят продавать и лицам, достигшим 18 лет. Пока эксперты не определили, на какой возраст будет распространяться запрет. Кроме того, на круглом столе предложили запретить продавать безалкогольные энергетики в автоматах. Цены на бензин в России в этом году будут расти в пределах 10%, заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов, комментируя планы правительства повысить акциз на топливо. Минэнерго уверены, что рост цен на бензин не превысит уровня прошлого года. Ранее Министерство финансов объявило о намерении повысить с 1 апреля акцизы на дизельное топливо и бензин на 1,2 рубля соответственно. За счет этого планируется увеличить доходы бюджета на 80 млрд. рублей. Глава Минфина Антон Силуанов при этом выразил уверенность, что это не скажется на конечной стоимости топлива для потребителя. Велосипедные полосы Велосипедные полосы собираются спроектировать близ городского парка и в самой лесной зоне, вдоль Волоколамского шоссе, от улицы Светлая до Чапаева, а также от оптического проезда до микрайона Митина. Отмечается, что все веломаршруты будут совмещены с пешеходными. Еще одна полоса для двухколесных должна появиться от платформы Красногорская к частному сектору Губайлова, близ Ивановских прудов, в Апалихе и еще в нескольких местах. Сроков ввода в строй мэрия предусмотрительно не называет. Лучшие в стране строительные проекты Красногорского района отмечены наградами Минстроя России. В номинации «Комплексное освоение территории» победу одержал жилой комплекс «Апалиха-О2» компании «Урбан Групп». Это 8 многоквартирных домов. Лучшим реализованным проектом объекта образования стала школа в микрайоне «Изумрудные холмы». Она рассчитана на 1100 учащихся. За строчками выступила компания «Эталон Инвест». Церемония награждения победителя прошла в рамках пятого российского инфраструктурного строительного форума. Впрочем, эти награды и не стали последними. Главный архитектор столичного региона получил еще и спецприз под номинацией «Въездные стеллы». Они украсили вылетные магистрали Подмосковья. В ЦИОМ Дню Защитника Отечества провел опрос на тему «Армия России-2016». Оценки боеспособности вооруженных сил сегодня близки к абсолютным. 89% россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны других стран войска смогут нас защитить. Запрос на сильную армию бесспорен. 88% наших сограждан считают, что она является приоритетом для государства. Служба становится социально одобряемым действием. 57% россиян хотели бы, чтобы их родственники прошли военную службу. Более того, армия сегодня воспринимается как социальный институт. 67% россиян полагают, что она дает человеку новые возможности. Военнослужащих и ветеранов поздравили с Днем Защитника Отечества. Вовнохабины этот праздник очень уважаемый, потому как история поселка неразрывно связана с инженерными войсками. Более того, именно здесь держали оборону столицы в Великую Отечественную войну. Слова поздравлений с предстоящим праздником звучали в местном концертном зале. Подробности у Валентины Титовой. День Защитника Отечества – это праздник не только сегодняшних и будущих военных. Это день памяти о тех, кто совершал ратный подвиг в годы Великой Отечественной войны. Ветеранам в этот день особое внимание, слова благодарности и неустанная забота. В Нахабино свято чтут и продолжают традиции доблестного воинства. Сегодняшним защитникам Родины есть с кого брать пример. Я хочу поздравить все мужское население нашего поселка с этим праздником. Потому что поселки сконцентрированы и воинское подразделение, и всегда инженерные войска отмечают тоже свои праздники. Недавно был день инженерных войск, и войска показали свою мощь, свои изобретения. Научно-технический потенциал, в общем, показ был очень впечатляющий. И очень приятно, что мы видим рост армии в целом, и это показало инженерные войска. Всем хочу пожелать добра, без облачного неба, над головой. Благодарственные письма от главы района в этот день офицерам-отличникам службы. Среди них представители Центрального научно-исследовательского испытательного института и 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Эти подразделения – гордость Нахабина. День защитника Отечества – это праздник, конечно, в первую очередь не только людей, которые носят в погоны, ходят в форме. Это праздник всех настоящих граждан своей родины, патриотов. Это праздник тех, кто служил, служит или будет служить. Ну и, конечно же, это праздник тех людей, которые до сих пор трудятся в воинских частях, на должностях и в том числе гражданского персонала. Надежный тыл и достойное подрастающее поколение – важная составляющая жизни каждого служащего. Оттого трогательное поздравление малышей из детского сада номер 48 пришлось им по душе. Маленькие нахабинцы о силе, храбрости и воинской чести знают еще немного, но при этом очень хотят быть похожими на своих пап и дедушек. Поэтому специально к этому празднику учились маршировать, ходить с троем и разучили песню про смелых пилотов. Я хочу пожелать здоровья дедушке, папе и братику, чтобы они хорошо воевали. Я хочу пожелать папе, маме, дедушке, моему крестному дяде здоровья, здоровья и счастья, чтобы они никогда не болели. В продолжении праздничного музыкального вечера в исполнении творческих коллективов нахабина звучат песни и стихи о настоящих мужчинах. Впрочем, сами бравые военные не упускают возможности спеть в честь праздника. Это солисты академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Весь корректив на сцене бы не поместился, шутят артисты. Поэтому поздравлять нахабинцев приехало музыкальное трио. ПЕСНЯ Это торжественное собрание только начало мероприятий, посвященных главному празднику всех мужчин, заверяют в администрации поселения, в воинской части, да и в коллективах нахабинских предприятий, еще будут честовать своих защитников Отечества. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. И немного о спорте. Минспорту и регионам необходимо подумать над господдержкой хоккея с мячом. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что не зря Бенди называют русским хоккеем. В этом году сборная страны стала четырехкратным обладателем главного трофея чемпионата мира по этому виду спорта. Вместе с тем, накануне Андрей Воробьев напомнил, что профессиональный спорт будет финансироваться извне бюджетных источников. Почему Подмосковье прекращает спонсировать клубы и команды, губернатор ответил в одном из своих последних печатных интервью. «Это, может быть, было неожиданным для кого-то решением, которое исходило от меня, потому что я сам увлечен спортом. Исторически в Подмосковье порядка трех миллиардов рублей уходило на профессиональных спортсменов, которые получают такие зарплаты, какие они получают гениальный главный врач. Наверное, когда-то было время, и область смогла себе это позволить, но мы точно не можем. Потому мы убрали затраты на профессиональный спорт, и их перенаправили на строительство доступных спортивных сооружений», – отметил Воробьев. Зоркий принимал Кировскую родину, дружина Андрея Рушкина скрестила клюшки с гостями на домашнем стадионе в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом. Несмотря на то, что кировчане пропустили быстрый гол, до перерыва они смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Итог первого тайма – 2-1 в пользу гостей. Во второй половине встречи соперники также не отсиживались в обороне и по два раза поразили ворота друг друга. Победа все равно за кировской командой. Результат матча 4-3. Благодаря успеху в Подмосковье родина закрепилась на восьмой строчке таблицы Суперлиги, Зоркий – на предпоследней. Кировчане жаловались на плохой лед и прыгающий мяч, красногорцы – на общие трудности. В плане борьбы хочу сказать, что претензий-то нет, вроде как бы пытаемся бороться. Но хоккей, конечно, не показываем пока. Но вот надеемся, там первый раз приедет, может быть, нам лед сделают здесь более-менее. В принципе, по выезду хочу сказать, в принципе, даже проиграв там 12-1 в Красноярске, в принципе, моментами там неплохо показывали. В Пузбассе неплохо играли. Понятно, что мы неплохо относительно, неплохо при поражениях, которые мы имеем. Но все равно ребята борются, стараются. Практически игроков высокого уровня не осталось 2-3 человека. И то все равно мы как-то боремся. Экспозиция, которую обязательно нужно увидеть. В выставочном зале ДК Подмосковья представлены работы двух краснодарских художников, в чем мастерство не знает границ, равно как и чувство юмора. Желающим познакомиться с их творчеством стоит поторопиться. Экспозиция работает до 21 февраля. Картины как стихи, как короткие рассказы увидела наша съемочная группа. География Красногорской галереи шире от выставки к выставке. Ее стены уже украшали французы, голландцы, теперь вот краснодарские художники, которые фору дадут любым заморским авторам. Знакомьтесь, Александр Левченко и Елена Букина. Такие разные все-таки вместе. Отличные друг от друга мотивы и сюжеты, краски и приемы, но объединяет их одно – наивность на холсте. Я бы так не смог, получив образование, я бы так не сделал. Елена Букина не испорчена академизма? Не испорчена академизма. Хотя, говорит, она писала академические работы, но ей стало вроде бы как неинтересно. С этой работы началось увлечение Елены Букиной мексиканской техникой ретабло. Это картины, писанные на фактурной жесте, сняты с крыш. Художница пустила в расход собственный сарай. Для такого искусства обязательные религиозные мотивы. Но от чего стоят милые рефрены к полотнам? В данном случае иллюстративная живопись превратилась в самостоятельное произведение искусства. Сосед по экспозиции Александр Левченко тоже мастер слова. Его полотна почти манифесты, но благодаря очаровательному юмору становятся поэзией. Сам он называет свою стиль русским народным реализмом. Почему я рисую так, а не иначе? Я так вижу, ответ неправильный. Ни один нормальный человек так без галлюциногенов или алкоголя не видит. Если брать картинку и сравнивать с тем, что происходит, вот ветки, вот мужик курит. Ну и где такой мужик на ветках? И тогда мне придется признать, что я ненормальный. А я что, ненормальный? В таком признаваться. Поэтому я скажу, я так рисую, потому что мне так нравится рисовать. Левченко – современный певец деревенского уюта. Пока корабли бороздят просторы космоса, да в таком количестве, что и месяц на небе потерялся, где-то бабушка с дедушкой рядышком. Для него это важнее. Не боится дразнить краснодарский живописец и классиков. Чем хуже задорные русские мужики на опушке знаменитых танцоров Матисса? Случайно мы познакомились в интернете. Он написал с такой мне сообщением, что очень хочу выставиться в музей Медьков в Санкт-Петербурге. А поскольку я веду сайт Медьков, как раз, ну, выяснилось, что надо ждать два года. Я им предложил, давайте в Красногорске выставить. Это было как раз очень удачно. Удачное не то слово, говорят те, кто видел выставку. В современной сложной жизни так не хватает юмора, красоты и уюта. А здесь она, в каждой картине. Анастасия Евставхева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ. И о погоде в завершении выпуска. Тепло вернется в столичный регион в праздники. Об этом свидетельствуют метеосводки. А пока будут стоять минусовые температуры. В пятницу, предпоследний день этой длинной рабочей недели, в Красногорском районе будет пасмурно. Около трех градусов ниже ноля обещают синоптики. Осадков быть не должно. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов. Мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Евставхева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин